доброго времени суток и хорошего настроения всем привет я нахожусь на строге на старом на строге и причиной этого стала одна история дело в том что я буквально вчера искал информацию на форуме по ловле джикингом и наткнулся на сообщение одного игрока где он рассказывает о том как он ловит на ультралайт на джигинг на джиговые приманки и чисто фанится это его право как говорится а я заинтересовался этим моментом но у меня нет ультралайта но меня это разве остановит и я попробую скажу честно я уже здесь был ловил и на самом деле мне понравилось и очень интересный результат получился и здесь вот я направляюсь именно к точке рекорды кстати ну как то так надеюсь люди поймут меня а разработчики не сорвут так я на месте на точке 169 это находится вот здесь и вот здесь вот такой вот не знаю как это назвать но находится много коряк хотя наверное я перейду лучше вот сюда здесь получше будет а вот здесь самое то я вот здесь вчера и ловил встаем акс насть садок видите пуст то что я поздно пришел не беда здесь опять рядка так кто-то спрашивал какую какой спиннинг подрядку вот пожалуйста один из примеров но хотя на самом деле это не надо легкий спиннинг вот история такая была я на белую реку реку зашел и изношенный шнур решил заменить и по чистой случайности надоглядел купил на три с половиной килограмма это уже кстати наловил а когда уже понял что взял не тот уже попользовался им соответственно не вернешь ну решил перестать его на спиннинг и пусть он себя купит как говорится он публично маленько вот именно с этой сборкой вот так с ней хожу по идее нет не расстрять я перешел как раз вот на вот эту джиговую оснастку здесь стоит заметить одной вещь вятка кстати вот с этим шнуром я сделал два открытия во первых он отчетно светится в темноте на дачном ночью при свете фонарей и второе открытие я нашел катушку вятка которую я одно время потерял ну думал приснилось что ли мне вроде было вроде не было ну и как-то забросил оказывается он на этом спиннинге стоял эти я ее тоже произносил недавно нормальных принцип и вот на что стоит обратить внимание так здесь у нас шнур на три с половиной килограмм это потому что четыре с половиной килограмм прочности спиннинга четыре с половиной килограмм прочность вятки соответственно поставил пониже но есть 44 шнуры вот там был черно черного не было был только зеленый поэтому я взял зеленый кстати мне понравился говорил блестит хорошо поставил флюрокарбоновый поводок на 3 и 2 килограмм прочности выбрал джиг головку 6 средний 6 ну потому что здесь вот приманкой приманки здесь я использую все 1 на 1 грамм массы и максимальный крючок именно 6 номер и какие приманки я использую здесь я использую приманки вот весь комплект 1 граммовых джиговых приманок здесь можно поставить эти но эти я не ставлю дело в том что если ставить приманки больше весом он на них будет чаще заходить щука весом более двух килограмм которые соответственно просто-напросто откусит и не заметит и поводок и остальное и удилище если дотянется вот именно этот критерий вес приманок и размер крючка здесь самый важный при этом я беру любую а кстати могу показать сразу которая очень хорошо зашла и как уже вы заметили как она износилась вот смотрите что можно ловить проводочка здесь ставится где-то я ставлю 2030 вот в этом диапазоне зло потребить надеваться пока эффекта пьянения нет надо бросать и пить очень как так вот он заброс и идем идем джиговая ступенька оборот вот смотрим то что я пришел поздно не беда для меня это больше для видео сейчас посмотрим как раз что у нас будет вот это кстати достаточно хороший экземпляр сейчас маленький а фрикционку тяну чтобы он не дергался я кстати здесь достаточно зачетных акуни ловил от 500 грамм свободу щуку ловил на 2 килограмма веса уголь попадался мостика прям возле самой базы вот это скорее всего щуку суть потому как оттуда сюда мечется но небольшая это килограмма на два максимум два 200 как правило два 300 садятся но большего нам и не надо дело в том что если большая попадется щука на просто-напросто парень ну шнур 300 метров это позволяет нам выматывать рыбу вот сейчас и посмотрим ответить это идет идет от радости ах ты моя прелесть а нет это около хорошего ку достаточно большой и тышь очень зависла господа первый заброс профей я честное слово я не проплачу как это некоторые пишут мне тоже не проплачу но вот результат вы видите на экране это это я подряд вот берем другую прямо в следующем по счету этом я вываживаю достаточно простым спиннингом и ультралайт дорогой не какой-то куда желает хотя поставить от к бесплатную и он все-таки как выяснилось я там посмотрел специально около 400 этих монет стоит достаточно дорогой но тест позволяет брать именно такие приманки то есть пять с половиной грамм 6 половиной то есть если у вас есть возможность иметь спиннинг с тестом в этом диапазоне то можно его использовать и вот идем дальше раз подожду что маленько поехали можно больше скорость проводки поставить говорят медленно и улучшись медленно скорость ставить лучшим но моем случае наверное нет вот поклевка нам интересны поклевки здесь часто пусть я бы сказал более чем хороший зачетный боков я ставил на 30 можно вернуться на 20 а 20 40 здесь передаточное число у ветки 47 к 1 поэтому большая скорость это сравнение с катушками для ультралеких это все-таки гораздо меньше них там 6 хотя че я гадаю у меня есть 6 1 к 1 кстати такую катушку я не пробую можно попробовать но в принципе это не принципиально но на этом спиннинге можно вот опять нормально только забросил и вот результат чисто по фану самое то можно вместо этого спиннинга использовать вот как говорила среднелегкий камор и я его потерял а вот он light sl здесь тест 315 очень хорошо попадает но при этом он немного прочнее можно уже попробовать о как светится здесь тоже даже ввести класс ионовый тащусь мне прям нравится но при этом можно использовать где-то полутора килограммовые но я не буду его сейчас менять в принципе они на переправе не меняет поэтому буду использовать это вести так что самое интересное окон здесь клюет практически везде но лучше конечно выбирать там где находятся заросли коряги там он наверняка блист вот он люди русалку ловит ооо русалку здесь ловить не стоит вдруг заразная какая хотя сейчас все лечит вот один холостой заброса вот результат кстати надо пинка отойти подальше куда пример ощущает он меня и рыбы головы бьется жалко здесь я вот кидаю прямо напротив вот в сторону острова вдоль коряк можно чуть-чуть левее можно чуть-чуть правее по моему здесь не особо большая разница здесь какой-то затон локация называется холодной то принципе название подходит еще один момент о котором стоит сказать это надо-то в кафе смотреть заказы потому что там часто попадаются окуни в заказах это вот точно я могу сказать их здесь никогда особо-то и не ловил но теперь буду знать если есть заказы на окне то можно вот таким путем их ловить и где-то они от 20 по моему монет разное количество там и разный вес кто леску порвал на кукурузу как бы это рвали кое-что другое и на кукурузу на британский флаг но тут уже как-то так а то есть слава вообще не в чате это интересная вещь все-таки у нас запомнить приманочку который я специально скриншотчу делаю скриншот на то какие такие хорошие экземпляры зачетные или кофейные я вновлю такую приманку наживку приманку вот наверняка помнить кстати группу то я сделал куда-то вначале предпосил там я скорее всего и создам что скорее всего попозже или создал специальный фотоальбом где будут какие-то трофеи размещаться вот кстати клюва мелко нет совсем мелко я сразу шифтом просто не крупный вот тоже можете оставлять там есть такая функция предложить новость тоже можете размещать свои зачеты трофеи это очень интересно каждый может посмотреть на какую рыбу не рыбу а на какую приманку наживку какую рыбу кто поймал зачетную или даже трофеевную и использовать в своих целях а сегодня походу серебристые приманки работают вот как-то затягивает бросил сейчас бы и надо бы уже показать сходить выгазил сейчас может еще одну проводку сделай эх ты блин ладно все таки я пойду в сторону магазина то и кафе и рынка ну вот кстати вот здесь я поймал угря здесь вот ловится щука стабильно именно на эту хорошо ловится можно даже сейчас попробовать можно вот например вот 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 ну не знаю может здесь она зайдет ух тыж вот вот о чем я говорю это я примерно на 2 кг поймал до это без шехта сейчас эта штука будет гонять туда-сюда туда-сюда вот леска прямо видно я скажу что видно туда-сюда влево пошла вот гоночный агрегат эстрады в сторону мечтаться вот либо она сейчас сорвет все без кто на может и не размотает оторвать может сгрызть ибо я ее вытащу вот все она там это можно быть и не щука вот судя по рывкам это похоже на ней вот вот это была щука тем не менее тут первый такой обрыв который произошел но здесь есть один плюс несомненно это недорогущие блесна а вот реманка ликона который стоит не так вот можно даже зайти посмотреть оторвали мне а розовенькую а где у нас крикер а вот 409 оторвали мне вот эту стоимость 409 не так дорого в юнке даже подешевле будет или на волхом или на комарине опять таки ключок к ним пустой нужен омер заголовка у меня стоял вот самый дорогой тем 750 и так дорого все потери обошлось так у нас здесь окунь 8 штук один всегда такая положенный диапазон там один ловится но при этом от 8 штук от можно их наловить на 118 укладно мелкая 1 1 2 25 штук вот то есть здесь вот я понимаю что я могу ловить окунь при этом не обязательно использовать вот такую снасть как у меня легкую с 1 на 1 грамм можно и побольше скорее всего будет это чаще но там будет наверно я должны наверно а наверняка чаще будет попадаться щука вот именно в том месте она там водится будет с крупной ну а здесь если качестве ловли окуня брать за исходную цель в принципе меня вот это устроит можно пофанец вот очень хороший вариант мне нравится вот видите на заметку использовать понравилось ставьте лайк подписывайтесь и не ставьте лайк не подписывайся в общем всем пока а 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 и